Доброе утро! С вами Елена Бодолян и это «Спорт в посаде». С новыми силами возвращаемся к вам после перерыва, чтобы держать в курсе самых ярких спортивных новостей нашего округа. Знаковым событием минувших выходных стал двухдневный турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Виктора Григорьева. Соревнования состоялись на ринге спорткомплекса «Луч» и собрали более сотни сильных спортсменов. Подробности далее. 19-й турнир по боксу памяти выдающегося боксера и тренера Виктора Григорьева прошел в спорткомплексе «Луч». Многие называют его основоположником сергиево-посадского бокса. И сегодня, следуя заветам мастера, в большой спорт приходит все больше юных спортсменов. Ветераны спорта вообще часто подчеркивают, что они советские боксеры особой закалки. Среди почетных гостей турнира каждый год выступает Сергей Иудин, друг и соратник Виктора Григорьева. Оба воспитанники легенды загорского бокса – Василия Ивановича Портненко. Первый тренер, который нас вывел в мастера – это Портненко Василий Иванович, тоже мастер спорта СССР по боксу. Как он нас всегда учил, на ринге должны быть всегда честными, смелыми, бескоперамистными. Сегодня кодекс чести боксера перенимают и юные спортсмены. Многие делают серьезные успехи на рингах по всей стране. Яркий пример – Софья Зайцева. Девушка пришла в спорт три года назад и теперь одерживает победы одну за другой. Важна не только сила удара, но и сила духа. Тяжело выдержать именно то, сколько по времени ты в ринге находишься, перебороть себя морально, физически. Это тяжело, да. Психологически тяжело себя настроить, самое сложное. Физически оно все на тренировках нарабатывается. Какие перспективы вы для себя ставите? Какую планку? Заслуженным мастером спорта стать. Я думаю, что я не успокоюсь, пока не сделаю этого. За выходные турнир памяти Виктора Григорьева собрал более сотни сильнейших спортсменов столицы Московской и Владимирской областей. С каждым годом участников становится все больше. Ребятам, которые приехали сюда на турнир, конечно, победы, удачи и честность, пускай и дальше занимаются спортом, развивают спорт. И тем самым показывая друзьям, коллегам даже, что спорт – это действительно правильный образ жизни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этом месяце Сергей и Пасадцы стали чемпионами России сразу в нескольких видах спорта. Начнем, пожалуй, со стрельбы. С 11 по 20 октября в городе Ижевск прошло лично командное первенство России и всероссийские соревнования по пулевой стрельбе среди девушек и юношей до 17 лет. В состязаниях приняли участие спортсмены из 49 регионов страны. Наша землячка, десятиклассница из первой школы Марьяна Романова, вошла в состав сборной Московской области и взяла две награды. Золото в олимпийском упражнении по стрельбе из малокалиберной винтовки и серебро в стрельбе из пневматической винтовки. В том числе, благодаря ее успехам, в медальном зачете среди регионов на первом месте оказалась Московская область, на счету которой семь медалей. Не перестаем радоваться и успехам наших авиамоделистов. Сразу четыре спортсмена Центра детского технического творчества «Юность» вернулись в первенстве чемпионата России по авиамодельному спорту чемпионами. Соревнования проходили с 13 по 20 октября в городе Нальчик. Авиамоделист Михаил Атаманов стал чемпионом в классе моделей копий на высоту полета и бронзовым призером в классе моделей на высоту полета. В классе радиоуправляемых ракетопланов победу одержал юный мастер спорта Евгений Борченков. Его тренер Алексей Решетников, действующий спортсмен, который тоже принял участие в турнире, завоевал звание чемпиона России в классе моделей с лентой на продолжительность полета. Кроме того, на счету Алексея Николаевича бронза в классе моделей ротопланов на продолжительность полета. Еще один чемпион Артем Стоюхин взял золото в классе моделей с лентой на продолжительность полета в другой возрастной категории. Кроме того, Михаил Атаманов и Артем Стоюхин выполнили разряды кандидатов в мастера спорта. Сергиево-Пасадские каратисты отличились сразу на двух столичных соревнованиях. Воспитанники спортивной команды «Титан» приняли участие в турнирах по Кио-Кушенкай в Московском центре боевых искусств. С первенства Центрального федерального округа наши ребята привезли 8 медалей. Золото на счету Тимуру Саутина, серебро у Николая Богданова, Елизаветы Смирновой и Кирилла Степанова. Бронза досталась Никите Смирнову, Даниилу Иваничеву, Фарзоду Шавкатову и Андрею Пологих. Еще пять наград каратисты завоевали на турнире «Московские надежды», в которых участвуют ежегодно. Здесь ребята взяли три золота – у Киры Ярохановой, Никиты Заболотного и Алисы Тихомировой, а также два серебра – у Егора Саутина и Дмитрия Шабакина. Поздравляем спортсменов и их тренера Александра Шайдорова. На сегодня это все. К следующему четвергу будут другие новости, а значит новые спортивные победы. С вами была Елена Бодолян. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!